Здесь загружается шехта, уже здесь она становится готовым видом. Многостронка, на которой режется кирпич по размеру, по ассортименту. Сушка тут происходит до 40 до 60 часов. 1030 градусов. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир, я Бахаев Максим. Сегодня мы приехали в город Челябинск на производство кирпича Кема. Это один из наших передовых поставщиков, проверенных, выпускает очень качественные кирпичи. Планируем показать вам, как это производится. Нам будет выделен специальный человек, кто разбирается. Пройдем по производству и посмотрим, как это все делается. И отсюда, от входа, мы можем уже наблюдать объемы кирпича, которые у нас находятся по правой стороне на площадке. Здесь грузится автомобильным транспортом. Очень много кирпича. Есть запас, есть уверенность в завтрашнем дне. Сейчас мы прошли в помещениях хранилища с Александром Ягановичем. Он нас проведет и покажет уже этапы производства. Правильно? Александр Яганович, это зам технического директора. Правильно? Совершенно верно. Так, мы все рады будем вас послушать. Не стесняйтесь, рассказывайте, расслабьтесь. Ну, в данном помещении у нас производится приемка глины, которая приводится с карьеров и с площадок, где заготавливается предварительная глина. В данном случае у нас имеются два загрузочных бункера, потому что глину могут завозить разную для смешивания ее. В один бункер засыпается один вид глины с определенной запесоченностью, в другой вид глины тоже с определенной запесоченностью и глинистыми. После этого по транспортерам глина идет уже непосредственно в цех на переработку. Дальше идет уже непосредственно подготовка глиняной массы для производства кирпича. Здесь после этого транспортера подается на глинорыхлите и на дезинтегратор, где исключается глина. И вообще в процессе, чем больше оборудование глина проходит, тем меньше фракция, тем лучше это происходит, за ним смешиваются. То есть тут грубые, я как понимаю, разбить конкурсии. Это первичная обработка глины. Вот после бункеров попадает глинорыхлитель. Здесь в особенности зимой, весной, когда глина замерзшая, попадают в крупные куски и она здесь разбивается. Далее идет дезинтегратор, где у нее зазор порядка 20 миллиметров, и она уже еще меньше фракцию делает. И по пути, естественно, как засыпались двух бункеров, так она по всему этому перемешивается. После дезинтегратора шехта может пойти в двух направлениях. Когда мы засыпаем беложгущую глину, на кирпич слоновую кость, она более влажная, мы ее пропускаем через барабан. Ну, вот этот сушильный барабан, да. А подковинную глину, она более сухая, мы ее сразу навальце грубого помола, где она измельчается. То есть вот эти провисшие как раз ее перецепили, да? Да, мы ее дотягиваем, подставляем, и она туда идет. То есть это выключили и туда пошла? Да, да, да. Она не отключается, это только потому, что она возвращается сюда, вот, не барабан, а проходит и возвращается на этот же транспортер. После прохождения через сушильный барабан или без него попадает на вальцы грубого помола. Здесь зазоры между валками где-то 8-10 мм. Это первоначальное дробление шехты. Там они же с каждым проходом уменьшаются на сколько процентов? То есть сразу маленькую уже не сделают? Она сразу проходит и получается 8-10 мм. В зависимости от вида кирпича, на какой кирпич. На лицевой 8 мм, на рядовой 10 мм. Потому что они потом еще проходят на следующие вальцы. Там уменьшаются. Здесь мы, если после первых грубов вальцев, по транспортерам попадают на вторые грубые вальцы, где зазор 3 мм. Вот это происходит перетирание шехты. Чем больше перетремся, тем лучше качество. То есть все эти действия отсюда как раз проходят здесь? Вот технологи пишут рассыпку. Вот рядовой кирпич. Вот видите, это у нас в карьере обозначает 25-й бонус. То есть они засыпают еще разную? Вот они, допустим, 4 блока 25-го и бой, который у нас есть. Затем 29-й и 20-й, затем 24-й. Получается, как слоеный пирог. Вот там уже получается готовая шехта. А это еще так. Это план, получается, работы вот на шестое, девятое, да? Да, да, да. Это для первичной переработки глины. Верхний глино-смеситель, на нем глина тоже перемешивается. Чем больше она перемешивается, тем качественнее все это получается. Здесь добавляет, увлажняется до определенного, с 15-ти до 20-ти процентов влажней, чтобы была. И после этого уже по транспортерам идет непосредственно в шехтозапасник, где закладывается глина. Вот то, что я вам показываю, как слоеный пирог. Шехтозапасник. Здесь загружается шехта, уже здесь она становится готовым видом для производства кирпича. Вот как засыпается шехтозапасник по транспортерам. Это загрузочный мост, стоит реверсным транспортером, ходит туда-сюда и засыпает. И вот там я вам показывал по этим блокам. Вот относительно этих блоков засыпается шехта. То есть сейчас ее пока засыпают, еще не забирают, да? А сейчас они, вот они сейчас начнут работать и начнут ее забирать. Эти тут закончат, перейдут на начало, там будут засыпать. Ну, другой вид кирпича. Вот где засыпается, там заканчивается первичная переработка глины. После этого уже идет непосредственно путем забора ковшовым экскаватором шехты, который уже потом идет непосредственно на формовку кирпича. А сколько лежит шехтозапасник? Сколько надо лежать? Вот полностью, если шехтозапасник заполненный, завод может работать порядка 10 дней. После ковшового экскаватора подается глина в питатель. Здесь стоит шибер и регулируется подача глины. Сколько необходимо на данные методы печать, на производительность. То есть тут запас есть небольшой, освещенная остановка. Да, да, да. Здесь вот бункер, он заполняется. И если он заполнен, там есть датчик, тот транспортер останавливается и ждет, пока это уйдет. Как только опустился датчик, он начинается, по-моему... То есть он запустает эти ковшики, они начинают работать, это куда-то... Совершенно верно. Если попадается металл где-то, вот стоят магниты, они притягивают оператор в конце смены, и в начале смены убирает это все. А вообще, то есть оно там и измельчается, и все эти металлы... Или это из производства оттуда-то? Нет, там куда валится? Где-то, ну, мало ли, где-то в экскаваторе что-то там... Может быть, ну, мало ли, где-то железка попала, она немного, ну, или вот когда шлифуют вальцы там, окарина вот эта, и она вот все это прицепляется сюда. После нижнего смесителя попадает на вальцы тонкого помола с зазорами 1,3-1,5 мм. Это уже последняя? Это крайняя или еще не? Это еще не крайняя. Это перетирание глины происходит до таких толщины. После этого переходят на третью пару, быстроходную. На ней зазоры 0,8-1 мм. Это уже крайние зазоры, крайние вальцы, которых перерабатываются в шехтах. Сейчас мы на линии, и линия так как не работает, то есть мы не увидим вот этого пласта, как он идет. Видим просто оборудование, да. Ну и ребят, кто сейчас выполняет ремонт. Увы, к сожалению, кирпич не помнем. Вот как раз полнотелый кирпич будет формовать. Ну то есть это фельера? Да, формирующая фельера. А тут еще шланги подводятся в воду? Это вода, да. Это чтобы мягче, да. Чтобы упростить движение глины. Она как бы для смазки будет. Многострунка, на которой режется кирпич по размеру, по ассортименту. Которые одинарные, там 1,4-1,5, 2,12. Любой вид кирпича можно здесь нарезать. Для производства блоков у нас существует та линия. А блоки это размер побольше? Да. А вот здесь же и фаска накатывается, правильно? Да, и фаска здесь же накатывается. А оборудование это итальянское, да, говорили? Нет, это немецкое. Немецкое? Да. Ну, вот это у нас 2003 года. А та линия и вот под блоки. Это в 2014 году модернизация была. Вот это его комплексы формовочного, всадочного комплекса, печки. Это в 2014 году, тут была хорошая модернизация. Сейчас роботы не работают, но видно, как они остановились. Да, они как набираются в 4 пакета. Он берет и переставляет. Потом идет загрузка уже на сушильные вагонетки. Кто-то использует, я видел, что вот эти ленты, чтобы выставить. А роботы они что дают? То есть скорость, качество. Ну что, вибрация? Или операцию вот эту, что не надо лишних этих ленты? Да, они переставляют на другой стол. Вот эти роботы. Чтобы тут дополнительно не делать эти вот все движения. Чем больше движется, тем... Чем больше сминаются, наверное, да? Да, да, да. И здесь, я думаю, с двух линий один робот работает. Что с той линией, что с этой. Один забирает. Да, но если с той идет, они работают по одной линии только. Обе сразу не работают. Да, ну то есть тут ревер, движение, наверное, в другую сторону. Да, 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 но его начинают выбирать. После того, как сформуют определенный вид кирпича, посадят его на сушильные вагонетки. В вагонетки заходят сушильные сушилы. А сушильная камера там? Да. Посмотрите. Там у нас от линии Д, которая приемная, потом зал, шесть путей, по которым движутся. И затем уже выходит на садку. Кирпич сушили. Сушится от 40 до 2 до 60 часов. В зависимости от вида кирпича. Эффективность сушится, медленнее. То есть быстрее полнотелый, быстрее медленнее. А эффективный это с отверстиями? Да, да, да. То есть облицовочный он тоже эффективный? Да, да, да. Ну вот он, насадки. Вот рейки и выходит он на платформу. Она ее поднимает, а этот рог забирает. И складывает он стабеля. Или если уточьется формовка, он будет сюда складывать. И она уже будет двигаться, и потом кирпичные эти рейки становятся. Сейчас мы заходим в сушило. Главное вот этот ветер пройти. Это уже высушенный кирпич. А заходит он на эти пути, 6 путей с той стороны. Такая же передаточная тележка. И в определенном порядке, там первый, шестой, второй, пятый, третий, четвертый по очереди заталкивает. Заталкивает только тогда, когда здесь пульт свободен. То есть за счет датчиков он показывает и дает разрешение. И вот сушка тут происходит от 42 до 60 часов. А по градусам? По градусам, первоначально там 30-32 градуса. Затем 40-44 градуса. Далее 50-55. И здесь уже где-то порядка 75-80 градусов. Ага. После сушила попадает в насадку. Тут сняли его первым. Переставили. Здесь он комплектуется. И двумя садочными роботами садится на печную вагонетку. Там уже он готов идти в печь. Да. После садки кирпича на сушил на печные вагонетки. Вагонетка проходит через предпечье, где поддерживается температура в районе 50-60 градусов, чтобы он гладкость забирался. И в конце данного туннеля есть передаточная телеска, которая передает непосредственно в печь. Здесь был туннель? Да. В печь за нами. Здесь по определенной программе кирпич заходит в печь и выходит. Здесь обжиг производится тоже в течение около двух суток. Где чуть больше кирпича. То есть здесь процент двое суток через печь проходит? Это только через печь. Двое суток практически идет через сушило. Пока наформуют, тут линия Д и Е получается неделя. То есть это только от длины? Нет, это только от формовки. А чтобы завести еще, проходит дней 10-12. Что на обжигал здесь именно? Да. Сколько температура? Ну, сейчас на данный момент 1030 градусов. 1030. Да, просто желудое пятно. Не видно. Здесь выходит уже готовый кирпич. Обожженный, сформованный, вышедший, обожженный. Теперь он уже только... У него упаковка и на склад. Здесь тоже везде, как я понимаю, сохраняется небольшой резерв на случай остановки. То есть здесь есть предпечи, там, везде есть небольшой запас. Да, небольшой запас. Он горячий сейчас? Нет, он остывает. Ну, здесь тут зона скоростного охлаждения. Его остужает, подается холодный воздух. Ну, постепенно там зона, он все остужается, остужается и... Ну, а вот эта труба как раз забирает, как я понимаю, теплый воздух отсюда, уводит, сушила, то есть... Вы, ну, как сказать, не выбрасываете на улицу и используете, правильно? Да, совершенно верно. Возникают вопросы, что такое на кирпиче, песок какой-то, то есть... Как раз вот сейчас Александр Иванович расскажет, от чего это, то есть технологически правильно выбирает. В шехту добавляется грандшлаг для связки шехты внутри. Когда происходит обжиг, за счет грандшлага он плавится и сцепляет молекулу там, всю глину, он как бы ее цементирует. И тогда уходим от трещин. Без грандшлага свелевая трещина, от которой научные убыто толком уйти не могут. Понятно. То есть мы видели брус, когда шел, он был гладкий, а вот после печи он появляется выход от этого грандшлага. Да, выход, да. Но он сбивается, в принципе? Он стирается. Даже ладошкой, да? Да, он так. Поэтому, ну, без него, гранд, кирпич такой очень сложно ввести. Захватами снимаются по два пакета, ставятся на поддоны, поддоны подаются с той стороны, укладываются. И затем на обмоточной машине обматывают, упаковывают. И уже готовый пакет выходит на улицу. То есть для упаковки всегда используется один вид. Ну что, прошли по производству, посмотрели, как кирпич производится, вышли на площадку погрузки. Как грузите кирпич, как отправляете? Ну, кирпич мы грузим двумя способами, автопогрузчиками и кранами. Кранами в основном мы грузим железнодорожные вагоны, ну и машины тоже. То есть вот эти козловые как раз и погрузки. И грузим, и машины, которые борта, допустим, не открываются, тоже автокраном грузим. А в основном погрузчиками. И снимаем с конвейера погрузчиками, и ввозим на площадку погрузчиками. В основном у нас в смену работают три погрузчика. А ЖД-тупик где-то рядом? Вот там, вот же, вот и стакада стоит. Вот ЖД-тупик, вот к нам привозят вагоны. То есть вагон поставили? Блины мы получаем в вагонах и кирпич грузим. То есть пришел, с чем-то ушел, с кирпичом. Да. Ну что, наверное, будем мы тоже. Спасибо, что провели, показали. На сегодняшний день мы были на заводе Кемма, Челябинск. Сейчас мы находимся в помещении торгового зала, наверное, шоурум. То есть вот так все интересно обставлено. Вкладочки, образцы стоят кирпича. Есть как облицовочный кирпич, то есть с пустотностью, так и полнотелый. Полнотелый кирпич с фасочкой. Также имеется и радиусный вариант. Также есть кирпич с покрытием глазури. Можем наблюдать вот такой вариант. Ну, то есть это в основном индивидуальные заказы. То есть здесь идут такие разные цвета, можно использовать. И определенный защитный слой. Даже можем наблюдать, вот здесь образец камина есть выполненный из газурованного кирпича. Арочки подпиленные, то есть цвета разные, комбинированные. Сейчас мы еще находимся на заводе. Проходили мимо, можно сказать. И у завода есть еще новое направление. Сейчас вот как раз его тестируют. Это фрезерная обработка. Как раз мы сейчас находимся в зале. Василий, расскажите, я как понимаю, вы в этом разбираетесь. То есть что вы планируете от этого получить? То есть и по самому процессу так, коротенько. Ну, процесс резка кирпича на ЧПУ, как фигурного, фасонного, так и с различными узорами. То есть заказчик скидывает рисунок, что он хочет видеть на кирпиче. Вот буквально на днях выдал заказ. Заказчик скинул. Говорит, я хочу, чтобы виноград был. Да, лоза винограда. Скинул картинку. Все, тут же обработали заявку. Создали 3D-модель. Программку запустили. Станок. Вот так как еще крепления все для кирпича были экспериментальные. То есть, конечно, это все много времени. Сейчас вы тестируете, правильно? За что? Да, уже тестировали на этом вот заказе. Можно, наверное. Да. Вы выдали заказ. Все, теперь изготавливаем крепление, чтобы не только два кирпича одним шпинделем работать, а будем работать четырьмя шпинделями вот такого кирпича. Ну и по всему столу. То есть, будет разложено 40 штук кирпича. И вот будем резать. Сколько времени у вас уходило? На один кирпич? Ну, вот на такой узор час. Час сколько? Один. Да, кирпич. То есть, их будет четыре, соответственно, час-четыре кирпича. Да, час-четыре кирпича. Ну, так как такой кирпич, там, буквально единицы, может, на печь, на мангальную зону. Я думаю, что, как разовьете у нас, у дилеров, да, будет возможность расширить линейку вашей продукции, правильно? Да, конечно. Ладно, Василий, спасибо за информацию. Смотрите, это будет, я думаю, что со временем интересно зайдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова